Доброго времени суток! Меня зовут Николай Корнаушенко и я рад приветствовать вас на этом курсе. В этом коротком видео я расскажу вам о чем будет первый модуль, зачем он вообще нужен и как его лучше проходить. Итак, мы погружаемся в сферу веб-разработки и самое главное сейчас это усвоить, понять и закрепить все основы, которые у нас будут в данном курсе. Мы начинаем с теоретического урока, в котором я расскажу таб создания сайтов, что происходит на каждом из них и вообще зачем они нужны. Если эта информация вам уже известна, то вы можете посмотреть данный урок в ускоренном варианте и перейти сразу к следующему уроку. После этого мы также занимаемся настройкой нашего рабочего пространства, устанавливаем все необходимые программы на ваш компьютер и далее уже настраиваем их так, чтобы было удобно, комфортно работать с вашим кодом. Мы также освоим графические редакторы, ведь все приложения, сайты, которые мы будем создавать, находятся на какой-то картинке, которую, как вы понимаете, для нас создал наш дизайнер. Кроме этого, мы здесь начинаем изучать основы HTML и CSS и, как вы догадались, это скелет нашего сайта и вся красота, которая на нем находится. Как итог этого модуля вы можете создавать простенькие, но рабочие веб-страницы, которые сможете показать вашим клиентам. Теперь несколько советов о том, как лучше проходить этот модуль. В теоретической части каждая ссылка или новая информация будет откреплена ссылкой на первый источник, документацию, справочник и так далее. Но я вам очень сильно советую создать свой конфликт. Для этого возьмите ваш блокнот или лучшую пирогу, где вы будете конфликтировать всю необходимую информацию, которая вам подается на этом курсе. Это делается по нескольким причинам. Во-первых, вы и так намного лучше запомните информацию. Во-вторых, у вас будет шпаргалка, которая находится возле вас. Кроме этого, написанная будет в удобной для вас манили. Вы будете ее поднимать и вспоминать весь материал, который вам давался на курсе. Теперь о практике. Я советую вам остановить видео после небольшого года и повторяйте его за мной. Кроме этого, всегда выполняйте небольшие домашние задания после каждого урока, которые я буду давать в конце каждого урока. Только на практике вы чему-то научитесь и четко заперите всю теорию, которую у вас будет. И самое главное, не бойтесь экспериментировать с кодом. Это один из важнейших этапов, который в прокурсе будет разработчик. Так что успехов вам в учении. И я надеюсь, что заслужило ваше доверие и подписку на мой канал. Также не забываем вступать в группу ОБК и подписываться в мою канал. Так что ссылка будет либо тут, либо тут. Переходите, будьте довольно интересны. В группе я буду публиковать все необходимые инструкции, примеры, фишки, которые вы можете использовать для ваших клиентов, для ваших сайтов. И поверьте, это будет круто. На этом все. Увидимся в следующем видео.